Книга Фурмана Вы, если можно, рассказали о замысле этой книги, и потом мы перешли, может быть, к массе вопросов, которые возникают в связи с ней, очень интересных и захватывающих для меня во многом. Ну, этот замысел возник очень давно, и я ее начал писать где-то в середине 80-х годов. Так давно? Да. То есть он постепенно менялся. Сначала я думал написать роман о русском воспитании, назвать этот материал, который я хотел туда использовать. Вот. Ну, постепенно, естественно, за 30 лет как-то, так сказать, меняется, ползет. Вот. Ну, вы это представляли как автобиографический действительно труд, как я сказала, или же вы хотели выстроить сознательно некоторую дистанцию? Почему вообще книга Фурмана? Сразу возникает представление о некоторой отдаленности себя от себя. Потому что этот замысел возник в такой, во глубине, как бы, советского, когда было ощущение, что вот отнята история, общая история, отнята, как бы, часть значительного существования. И, как бы, вопреки этому, единственное, что тебе принадлежит, это, как бы, вот твоя жизнь, как твоя жизнь. То есть это не вполне даже роман, а что-то, может быть, в большой степени, он притворяется романом. Это что-то такое антилитературное. И антилитературное, и антипсихологическое. То есть это попытка вернуть себе свою историю, которой в советские времена не могло существовать. Просто вот в таком составе такой человек, как бы, он... Это все было ненужно. Все эти сведения были о человеке ненужны. Они были лишними. То есть человек может вернуть себе и себя только апостериоре, а не в тот период, не там и сейчас. Я переформулирую здесь и сейчас. Нет, тут важный элемент истории, что это история. Но эта история вернуть себе настоящее. То есть вот присутствие, оно как не исчезающее настоящее. Это в прошлом настоящее, как бы, оно никуда не делось, не исчезло. Вот нужно его, как бы, так себе вернуть. И для этого вам нужно было писать. Но кого вы описывали? Вы описывали себя или какого-то типологического, может быть, позднесоветского человека? Потому что вы говорите об отсутствии общего прошлого, вы говорите об особой операции возвращения от этого отсутствия к отдельному присутствию, субъективному присутствию, опять-таки, без общего прошлого. Все-таки насколько типологичен тот характер, который вы здесь изображаете? Никакого замысла. Вот типическое изображение у меня не было. Это, скорее, такое, действительно, сопротивление литературным, как бы, и ходам, и формам, и категориям. Поэтому он такой, как бы, странный, большой, безразмерный, меняющийся на ходу, как бы. А скажите, пожалуйста, как бы вы описали позднесоветского человека? Может быть, уже вне этой книги вы, которую вернули себе то время? Тут проблема в том, что, как бы, вообще советский человек, он же тоже был разный очень. И позднесоветский, он, собственно, и сейчас жив, этот человек, и слишком мало было опыта постсоветского, который бы изменил что-то, что-то такое важное, и так необратимо изменил в человеке. Была была же масса культурсвейгерских описаний позднесоветского человека, внутри которых фигурировала, например, категория самообмана, внутри которых описывался человек, который переходит к прямо противоположным действиям, там, как в «Забытой мелодии для флейты» или в «Днисде глухаря», да? То есть фигура, которая не в состоянии, постоянно не в состоянии делать выборы, вследствие того ее крутят, то она бесконечно добра, то она бесконечно зла. И то, и другое, этот другой полис при этом не является выбором этого человека. Вот насколько вообще эти изображения, эти образы, эти репрезентации, по-вашему, отражали ту живую ткань истории, через которую вы фактически прошли, которую вы прожили? Ну, в той части советской жизни, в которой я, как бы, укоренен и жил, это казалось все сконструированными такими и конфликтами, и, так сказать, и образ этого человека, собственно говоря, ну, человек всегда такой, наверное, его всегда, ну, каких-то людей всегда больше или меньше шатает, больше или меньше они не выбирают вообще категории выбора, как такой центральный для, так сказать, человека. Я с большим сомнением отношусь, что человек вот совершает какой-то выбор постоянно. Мне скорее кажется, что человек как-то действительно так течет, затекает, его куда-то заносит, что это не что-то структурное, а скорее как бы такое вещество, которое какими-то, так сказать, процессами вовлекается в завихрение, в какие-то движения такие, и меняется его состояние вот из-за каких-то таких процессов. Здесь же можно как-то снизить несколько градусов того, о чем они говорят, и сказать, что они пытаются описать человека, экспрессии, которого таковажен, постоянно что-то ищет, но сам не знает чего. В этом смысле, насколько вообще вы сталкивались с этими ищущими людьми, как вам кажется, с людьми, которые были нацелены на поиск, но неизвестно чего? Я как бы подростком попал как раз в среду ищущих людей, и это была такая... Можешь расскажите тем, кто не читал вашу книгу, может быть, что речь идет о молодежных кружках, что речь идет о особой среде. Да, я попал в... при Комсомольской правде существовала такая подростковая страничка, в которой работал Щекочихин, когда я туда пришел, но, правда, его скоро забрали в армию. Вот, и журналисты попытались там создать клуб таких пишущих подростков. Вот, и он был тесно связан с коммунарским движением, которое к тому моменту уже как бы преследовалось и официально его как бы закрыли, но существовали по всей стране еще какие-то очаги такие. То есть это было такое... это было советское, конечно. Это левое, но советское. То есть они были недостаточно все-таки левыми, но они руководствовались там идеалами коммунизма, там как бы такой... попытка какую-то общинную жизнь наладить. Ими самим придуманы... Нет, это придумали педагоги, придумали эти формы. Это все по следам Макаренко, там как бы такое все. Вот. Там, конечно, были разные тоже какие-то изводы этого, более или менее военизированные, более или менее, так сказать, культурные. Вот. Но поскольку это была «Комсомольская правда», центральная газета, то вот это вот то, что у нас называлось «комиссарская бригада», она оказалась как бы... или претендовала на то, чтобы быть в центре как бы этого движения, так по-журналистски в центре. И поэтому мы ездили по всем этим... по разным городам, так сказать, и вот знакомились с этими действующими остатками этого движения. Вот. Но тогда это все была такая единая среда, это педагогическая... Тогда были вот новаторы, чуть-чуть позднее получили название, педагоги-новаторы. И йоги, и, так сказать, теософы, и экстрасенсы, и философы-марксисты. То есть это все была такая единая какая-то среда, и мы ко всем ходили, там, на семинары к Батищеву, там, так сказать, ходили слушать Аверинцева и Лосева, и одновременно, как бы, там, лечили друг друга руками и так далее. То есть это была такая вот единая среда, она была не политическая, но это была противовес, вот, официозу. В том числе там были роды в воду, и которые тогда преследовались милицией. То есть многие из этих движений уже тогда были, так сказать... Ну, легально прошли. Да, да, да. А кем вы себя ощущаете? Ну, не революционерами же, не подпольщиками, а не бунтарями, а кем? Ну, мы были такие, конечно, некоторые бунтари, мы обсуждали революцию, конечно, возможную, и... Да? Ну как? Вот странным образом, я сам удивился. Ну как? Как вы обсуждали ее? Ну, мы прочли Маркса, там, какие-то работы, значит, про отчуждение мы узнали. Году эдак в каком? В 70... Нет-нет-нет, вы ждали революцию. А ждали, нет, мы ее хотели организовывать, и, собственно, коммунарство... Ну, чем в 80-х? Ну, сроки не ставились, но сроки были неважны, на самом деле, потому что речь шла о том, чтобы воспитать какое-то поколение родителей, которые воспитают по-другому своих детей, ну, такой в духе стругацких как бы, что-то. А культовые фигуры этой среды, это стругацкие, конечно? Нет. В этой среде она была такая разнородная, культы у всех были разные. Ну, у близких вам друзей и у вас? Я вообще очень долго был таким советским, глубоко таким инфицированным человеком, красным, это называлось красные ценности, у меня были. Все друзья мои были, они были журналистами, более продвинутые, они были как бы типа белогвардейцы. А, то есть красные и белые у вас были? Да, да, да. Зеленых не наблюдалось? Зеленые тоже там были. То есть эти маркеры тоже были, да? Зеленые были? Зеленые тогда слова не было, да. Ага, но красные и белые были. Чуть позднее они появились, да. Ну, это на уровне подростков. Да. Или таких внушек. Такое значение, кстати, о красных ценностях. Да, у меня были, я был коммунар же, и у меня были такие ценности, вполне, так сказать, коммунизм, несмотря на некоторые ошибки, несмотря на сталинизм, о котором я мало знал. И при этом мои одноклассники, это был Илья Смирнов такой, сейчас историк, я уж не знаю, кто он, публицист, придумавший, как он говорит, слово либераст. Все правейший и правейший. Да, да. Или там Костя Звездочетов, художник такой впоследствии, так сказать, тоже известный. Вот, то есть это, все были вместе. Мы спорили, конечно, про красные ценности, я там, как бы, болезненно все это относился к сомнениям во всем этом. То есть для меня самого, возможно, был Ленин, наверное, долгое время таким вот святым человеком. А до какого периода, например? Ну, тоже там годы, это все быстро, наверное, закончилось. Годы до 79-го, наверное. А что произошло в 79-е? Вот, может быть, никакого даже не было какого-то события, просто что-то накопилось. Я помню, что на меня большое впечатление произвел доктор Живаго. Что я подумал, что вот человек, который хороший со всех точек зрения человек, никому не делает зла, как бы, он вполне мог бы вписаться в эту новую реальность. Но почему-то эта реальность его не принимает. Она не может его принять. Он не борется с ней. Но вот такой интеллигентный человек, он не может жить в этой реальности. Меня это так поразило, что ему нет места просто в этой реальности. Ну и еще тогда я прочел воспоминания критика Льва Анинского. Тогда еще не опубликованная была рукопись, через его родственников как-то досталось, о его отце. И там описан просто тоже. Вот его отец был таким, он был казак, и откуда-то он приехал в город, там женился на городских, значит, девушках, так сказать, интеллигентных. И, то есть, вот такой человек пустой, как бы, вот из той молодежи, которая, значит, вошла в эту новую советскую жизнь и стала там, как бы, принимать какую-то форму. И, то есть, это, в принципе, человек, он как был пустой, он так и внутренний. То есть, он вписался в это общество, он стал советским человеком, он был лектором, там, что-то еще, но он остался, как бы, таким авантюристом. И вот, в отличие от доктора Живаго, например, он, как бы, смог стать, его приняла эта реальность. И таких людей, вот, у меня возникло такое ощущение, что таких людей было очень много, вот все. И, собственно говоря, и значительное число писателей советских классиков, они тоже были такими молодыми людьми, которые приехали, там, из Одессы, там, откуда-то, еще откуда-то. И, ну, раньше это называлось приспособились, но они не приспособились, но приняли форму. Ну, они все, и Катаев такой был, и все. И, конечно, там... И Сырков, собственно. Да, все они такие были, конечно, да. Ну, кто-то там прошел гражданскую войну, а кто-то и даже и так просто приехал. Ну, не Бабель же. Ну, с Бабелем другая история какая-то. Там были, конечно, отдельные истории. Вся их тяга к ГПУ и к дружбе, так сказать, вот с этой средой. Что же была одна среда? Ну, блинки надо же там делать. Конечно, конечно, и Моряковский, и все там, все крутились вместе. Они покровительствовали искусство, там, литературу и так далее. Долгое время это вполне был такой симбиоз. Все были свои. Для вас выстрелила как бы единая линия реальности от тех ленинских, собственно, времен к брежницким. То есть никаких разрывов, никаких представлений о том, что это несколько этапов или вообще этапов, которые не совмещаются один с другим, у вас не было. Ну, они совмещались. Да, был сталинизм постепенно. Ну, вот этот сталинизм из каких-то, о котором я услышал, наверное, впервые как раз от своего одноклассника Ильи Смирнового, у которого папа был писатель, тоже такой известный советский. И вот он нам рассказывал про репрессии. О, удивительно. Как он вам рассказывал? Одноклассник. Вы знаете, ребята? Да, да, да. Что я узнал? Да. В этом роде? Да. И это было, поскольку статус этих сообщений был не очень понятен. А что вы почувствовали в этот момент? Испуг? Нет, я почувствовал, да, смесь такой. Это было неприятно, потому что все-таки картина, что возможно построение такого коммунистического, так сказать, счастливого мира, несмотря на бюрократию. Бюрократию. Мы все уже в школе остро ощущали, что вот формализм было, это слово формализм. Все забюрократизировано. Вся живая жизнь в комсомоле. Живая жизнь – это оттуда же, из этого же официального языка, практика и теория. Но боролись мы именно с формализмом. И коммунарство было тоже примерно такое же. Схематизм, там все эти замечательные выражения. Ну, схематизм – это да, у них там было, да. А у нас это было, что вот общественная жизнь, она вся очень формализована. Формализована, и как-то из нее ушла как бы такая живая душа, вот революционная. То есть ощущение революции – это было источником таким уже догорающей, догорающей свет революции. Вот он маргинализировал часть молодежи своим светом, как бы еще до нее долетели. Уже никто на это, конечно, не реагировал. Это слово уже было тоже вполне освоено официозом. Везде висели эти плакаты про революцию. Ну, вот часть молодежи, она как бы пыталась, значит, настоящее левое такое удержать. Левое сознание. А что для них было настоящим левым сознанием? Что это, 68-й год? Нет, потому что 68-й год никто ничего не знал, конечно. Ну, тогда пишите это левое, с одной стороны. А с другой стороны, мы с вами немножко упускаем вот предыдущую тему, да, относительно того, что вы почувствовали, и как вы переосмыслили вот внутри этого узла, когда вдруг узнаете о репрессиях, и революцию, и бюрократию. Ну, это все, как бы, одна, это такая линия порчи. Ух ты! Что вот правильная идея революции, как бы, не такая вечная идея революции, восходящая к французской революции, и все эти святые идеалы революции, и братства, как бы, они... Красные колпаки вам как-то тоже казались нормальными, да, в свое время? Ну, это... Камил Димулен и прочие, все эти летучие лески. Я говорю о подростках, 16-летних. У них вопросов не возникало. Они ищут, как бы, какую-то форму человеческую. И ненужное, то, что мешает, так сказать, этому поиску, это же такой соблазн внутренний найти форму. Потому что подросток себя ощущает бесформенным, как бы, и пустым таким, и нужно срочно найти что-то, что тебя, как бы, обнимет. Обнимет и придаст тебе форму, спасет тебя от этой, как бы, пустоты внутренней. Вот. И... То есть это все... Это же все было такое маргинальное тоже. Вот вся эта среда была маргинальной. Они все это делали, как бы, вот... Все работали где-то. Инженерами, все эти йоги были нормальными советскими людьми. А по вечерам или по выходным практиковали какие-то, значит, вот... Вещи такие, прямо противоположные. Вот. Линия порча, вы сказали. Да, линия порчи идеала, революции, справедливости и братства. Что, конечно, вот это вот репрессии, но это не такие... Тем более, непонятно было, собственно, кого там особо репрессировали. Ну, было известно, кого... А цифру не называл, да? Цифру не называл, да? Или даже об этом и речи не могло быть? Ну, цифру... Ну, цифру... Конечно, конечно, конечно. И... Очень интересно, как он вам рассказал, что партийных работников уничтожали... Нет, просто сам факт массовых репрессий и таких вот, как бы, несправедливых. Ну, было известно, конечно, там, про Бухарина и про партийных работников было известно, и про кого-то еще. Но вот я помню, что я учился в девятом классе, по-моему, или в десятом, когда выслали Солженицына сообщение официальное. И я подумал, я тогда еще не читал Солженицын, я подумал, что, ну, а зачем он их дразнил? Зачем? Зачем? Они, конечно, нехорошо поступили. Это неправильно. Так вот человека прям взять и отправить. Но он тоже зачем? Он не мог разве как-то от чего-то воздержаться, чтобы не настолько обострять это. Что да, они как бы идиоты, да, как бы они неправильно себя ведут. То есть, если немножко повернуть то, что вы говорите, можно сказать так, что вы действительно были волонтарями, но при этом не представляете себе противостояние со своей системой, да? Ну да, я-то был вообще государственником очень долго. И даже, как бы, вот у меня есть такое место, за которое я чувствую вину, как долго это продлилось, что это вплоть до Первой Чеченской. То есть, на Первую Чеченскую войну я среагировал тоже как государственник. То есть, вы ее приняли? Да, да. Я считал, что, ну это, конечно, было такой не официальной позиции, так сказать, а скорее оно было связано с тем, что, да, вот государство такое огромное какое-то существо. Левиафан. Левиафан, да, да, да. И, конечно, когда у него тут под боком или что-то заводится какое-то, что-то хочет отгрызть и тебя. Бросить. Ну, вроде все нормально, да? Ну, в общем, да. И, собственно говоря, даже в конце 80-х, вот вдруг, или в середине 80-х, когда почему-то остро ощущалось, что, как бы, вот-вот начнется, может начаться ядерная война. И что нет никаких способов ее остановить. Что, вот, да, сидят два левиафана, два монстра таких Америка, и, так сказать, они ничем не управляются, они ничего не слушают. И мы все, как бы, вот, такие муравьи, как бы, перед лицом этого. Вот у меня было такое очень, я написал даже статью про это, ну, так, для себя, в которой пытался найти способ, а как это можно вообще избежать этого, или как на это можно воздействовать. Вот никак. Ну, неожиданно потом случилась, началась разрядка. И все-таки, как бы, оказалось, что что-то возможно. Вот эти вот исторические открытия, которые, фактически, перелицовывали все представления о системе, как вы на них реагировали? Я... У меня следующий вопрос. Вы начинали принимать страну или отторгать ее внутренне, благодаря новым сведениям, новым данным, новым представлениям о партии, истории, советской системе? Ну, скорее, отторгать не с... Проблем в том, что я часть этой, как бы, я внутри этого. Во мне нету, как мне казалось, ничего, не отсюда. Я здешний. Я, как бы, часть этой плоти, часть этого, плоти этого монстра, который жрет сам себя, в котором постоянно насилие, как бы, используется... Ну, подождите, вы же не были, вы рассказывали о какой-то веселой, озорной атмосфере детских и юношеских денег, да? Да, но это было уже позднее. Откуда, в какой момент у вас возникает ощущение еще собственной порчи, собственной недостаточности, собственного изъяна? Ну, это такое глубочайшее ощущение, идущее из детства. Я хотел быть всегда, наверное, хорошим мальчиком, а всегда что-то получалось не так, или что-то случалось, какие-то события. Это же могут быть... То есть, на самом деле, я думаю, что любой человек так устроен, что ощущение своей отдельности, и уже это связано с порчей. Вот, может быть, это такое глубоко внушенное советское представление, что отдельность является не правом, не, так сказать, несчастьем и не необходимостью, а какой-то вот порчей. Уязвительно, отдельность. Это такое зотмонское слово, одновременно, по-моему, это из древнееврейского идет, что святой в переводе, да, с какого-то древнееврейского, это отдельный. Ну, вот в этом смысле меня очень интересует. Вы фактически говорите о претензии на отдельность, или о том, что Вы ее постоянно так или иначе через массу недочетов или каких-то сложностей существования ощущали, и в то же время Вы точно подтверждаете, что у Вас была какая-то связка очень жесткая и крепкая с этой системой. Да, да, неразделенная любовь. Да, но... Возможно, что-то похожее. В чем она выражала? В чем выражалась любовь? Да, неразделенность. А, неразделенность, так я все время был, с детства ты был маргиналом, как бы ты был плохим учеником в школе, тебе писали замечания, ты... Я выпал последовательно в подростковом возрасте, выпадал из всего правильного и хорошего, из нормального. Ну вот, меня именно... Я именно поэтому говорю о святости и прочих идеальных вещах, что я хочу, чтобы Вы хоть несколько описали идеалистическую систему Вашу, в чем она состояла и в какой степени она касалась Ваше представление об идеальном государстве и идеальном человеке, да? о Вашей идеальной судьбе и об идеальном каркасе той государственности, от которой Вы считали, Вам невозможно отречься и как-то отойти. Ну, какая может быть система у подростка, который, так сказать... Красный? Красный? Красный, ну, это такое... Это какие-то образы. Это образы. Красный командир на горячем коне. Мальчишки-бальчишки, что ли? Ну, мальчишки-бальчишки нет, наверное, это более детское, что... Ну, и мальчишки-бальчишки, конечно, и Тимур, и все такое. Это все вот эти человеческие образцы, и Ленин тоже, это же была не какая-то система идей отчетливая. Это были книжки Воскресенской, я знаю, да. Нет, книжки Воскресенской как бы не нравились, они были какие-то слишком сладкие какие-то. Вот. Но, конечно, там была какая-то линия и критическая тоже, там, нетерпение Трифонова, например, которая революционеров изображала как таких людей не совсем правильных, нарушающих что-то человеческое. Вот. То есть это была такая каша, это было то, что текло в голове, оно там могло меняться с какими-то книжками, с каким-то общей, со встречей с людьми и какими-то. Ну, вы точно понимаете, что все, что иницицирует, течет в голове, это советское все? Ну, а никакой другой изнутри этого не было же. Что я стал, в смысле, возможно, антисоветской. У меня долгое время антисоветская не нравилась. Нет, не антисоветская, а просто за главный, я не знаю. Толь 68-й год, вы говорите, что его пропустили. Как вы относились к 56-му году? Как вы относились к тем европейским, демократическим движениям? Я родился в 58-м году. Ну и что? Об этом доносились какие-то очень смутные слухи о 68-м годе, о том, что происходило. Как это? А где это могло быть? Через что? Хорошо, больше начала 80-х. Это тоже были, это были как бы раскаты грома и какие-то сверкания молний где-то там далеко на горизонте. Это было плохо, конечно, если бы это нехорошо, безобразие. Ну вот с Польшей, конечно, это уже ближе, все-таки я уже был там постарше. Но уже это было такое острое, но это в принципе чувство родственное тому, которое было там в августе 91-го, что вы опять гады. Опять вы гады со своими танками заехали сюда, как бы. Подождите, кто гады? Ну государство, государство уже. Это уже как бы было по ту сторону все-таки, вот такой наивный, так сказать, наивного коммунизма, я бы сказал. И вы сказали, что фактически эта информация так или иначе меняла вас, меняла в том отношении, что вы какие-то куски прежней реальности стали отслаиваться. Ну да, стало возникать какое-то сомнение, что не так все как бы гладко едет, что эта дорога в коммунизм, она какая-то, в ней есть какие-то темные ямы или что-то еще такое. Но скорее всего, конечно, после «Надежды Мандельштам», так сказать, но это было уже тоже, это было где-то, не помню, довольно поздно, лет в 25 там где-то мы уже читали «Надежды Мандельштам». Не Солженицын даже, а вот именно «Надежды Мандельштам». И как вы ее драктовали? Очень жесткая такая, едкая, разъявленная речь. Да, это вот правильно с точки зрения человека, это ответ человека на то, что делают с ним. А какой был ваш ответ на то, что делали с вами, если вы ощущали, что с вами что-то делают? Ведь это порча системы, это еще занесенная над тобой так или иначе рука, над твоим выбором, на твоей жизнью, на твоем будущем. Конечно. У вас будут какие-то ощущения? Поскольку я был маргинал, то я все время уходил из этого, я все время выпадал. То есть были кротовые норы, можно было найти. Да, да, да. Я, собственно, и жил все время в этих норах. Я как бы мало имел дела, поскольку я решил не поступать в институт, чтобы опять-таки не иметь с этим дела. Вот на моих глазах как бы поступал старший брат в институт. Его там не приняли сначала в университет, хотя он набрал нужное количество баллов из-за того, что он выиграл. И потом его родители устраивали с помощью родственников, там куда-то такое в пединститут его в конце концов устроили. И весь этот ужас такой отвратительный, вот этого устройства и этого, так сказать, спасения. Он, как бы, я после этого решил никуда не поступать и как бы вообще быть дворником. Как бабушка меня всегда пугала, что если будешь плохо себя вести, станешь дворником. Но это же очень сильные решения, это смелые рискованные поступки. Да, ну к этому моменту я уже как бы вполне созрел, поскольку я там бросил школу в девятом классе и уже побывал в детской психушке. И как бы, то есть печать возможная по сравнению с должным, коридор возможного сократился. И я к этому был готов, да я ничего этого не хочу. Не хочу в этом во всем участвовать. Хорошо, и вот вы вываливаетесь из этой реальности в декабре 91-го года или позже? Нет, почему в 91-м году? В 91-м году мы уже там превратились в что-то в более, конечно, такое. Это была уже часть сопротивления какого-то. Мы вот издавали сам издатский журнал. Скажите, кто вы? Мы с Александром Морозовым, мы с ним познакомились как раз в этом клубе «Алый парус». Был такой журнал «Параграф». И хотя мы старались, чтобы это был такой журнал культурный, культурный сам издат. Не столько политический, сколько культурный. Но в конце концов, конечно, все равно как раз мы тогда вошли в эту среду политическую. И постепенно уже с ней как-то слились, перешли туда. И вот уходит Советский Союз. Как вы себя ощущаете? Насколько вообще ситуация была для вас приемлемо, комфортно, ужасно? Ну, какова она была для вас? Нет, это было здорово, что все это рухнуло. И здорово, и правильно. Но я не собирался... В 1994-м уже не было здорового, да? Да, конечно. Первые два года могло казаться, что это куда-то движется в другую сторону. В сторону ослабления государства репрессивного. А потом уже как бы это все превратилось как бы... Уже в 1993-м, скрипя сердце, пришлось становиться на сторону этого слабого, бедного государства. А уже к 1996-му, конечно, как бы стало ясно, что это опять чужое государство. А в 1993-м, в октябре? Ну вот, как бы понятно, что... Ну вот я говорю, это пришлось становиться на сторону этого слабого государства. Для вас это был политический поступок? Или автоматическое действие в пользу? Ну, скорее... Ну да, такое естественное движение. Это был никакой не поступок, поскольку я... А в чем он мог заключаться поступок в 1993-м году? Там, взять оружие, как бы, ну нет. Ну, не знаю, лежа чая, да, и вбегал в Белом доме в это время? Нет, нет. В Белом доме были как бы неприятные люди. Я об этом спрашиваю. Как вы дифференцировали свои отношения? Нет, это было, как бы, воспринялось как восстание, действительно, вот этих старых коммунистов, националистов и всех. Восстание масс. Масс, да, да. Ну, тогда они не казались такой уж прям массой. Надо сказать, не было такого ощущения, что... Вот как сейчас. Тогда этого не было. Их было, конечно, много, когда вот выходили эти демонстрации. Первое, с чего началось там, что их демонстрации коммунистов, потом они побили милиционеров каких-то в мае, кажется. Было ощущение, что что-то действительно рухнуло, какие-то преграды, и стало, как бы, стало свободно. Вот прям так расчистилось, и пространство, как бы, стало видно далеко. И стало можно, как бы, вроде бы. Но мы продолжали заниматься тем, чем мы занимались, в общем-то. Как вы видели будущее тогда? Как мы видели будущее? Ну, вот, парадокс, но мы никак не видели будущее, поскольку мы не занимались бизнесом. То есть все должно было течь просто, как бы, такая нормализация. Исчезли насильники, исчезли, как бы... Ну, вот, если перестанут, как бы, мешать, чтобы все, само собой, потечет куда-то такое. А куда текло? Вы видели какие-то новые типы, новые характеры? Ну, может быть, новые политические повороты? Если да, то в чем они, для вас, стояли? И как бы вы их тогда трактовали? Ну, да, где-то там, вот, скорее, не после 91-го, а еще в 89-м каком-то году, в 90-х, тогда, значит, что же это была такая же однородная среда, как в 70-х, 80-х, но политизированная. Одна и та же? Одна была среда, конечно. И, собственно, вот мы были тогда, это был такой оператив «Перспектива», где был Глеб Павловский, Вячик Игрунов, Аксючиц. Потрясающе, конечно, звучит «кооператив» «Перспектива». Да, 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 «кооператив» «Перспектива». И, собственно говоря, из него родилось там потом, следующий шаг, это был… Остров свободы. «Кооператив», там, «Факт» и «Коммерсант», потом из этого всего родили, «Постфактум». Как быстро переходили от «Факт» к «Постфактум». Да, да, да. И там же были христианские демократы, и некоторое время мы думали, что а не стать ли нам, действительно, не пойти ли нам под Аксючиц, который издавал журнал «Выбор», в котором печатал Седокова и так далее. Это какая-то такая очень высокопарная действительность. Вам не кажется, что вы сейчас называете «Перспектива», «Факт», «Выбор» – «Норма», «Реальность»? Это были слова такие советские. Что они отражали, как вы считаете? Они не отражали ничего. Как ничего? Ну, просто это были такие названия. Потому что слово «Выбор» – это абсолютно советское было слово, совершенно такое расхожее статьи. Первая статья Морозова, опубликованная в 16 лет, в «Комсомольской правде» тоже называлась «Выбор». Она называлась «Выбор», вторая статья называлась «Память». То есть все эти слова… Мне уже хочется спросить, как называлась третья. Третья, не помню уже, как называлась. Но, наверное, так же примерно. И, соответственно, и кооперативы так же примерно назывались. Как совхозы. Как совхозы. На самом деле, отросток такого советского еще периода для вас. Перестроечное время. Ну, это уже было все-таки какое-то такое не советское. Это было скорее какое-то сопротивление советскому. Это же было нельзя, в общем-то. Это же было тоже на грани. Вот-вот могли посадить за это. Но ведь уже не сажали фактически? И это после 86-го? Ну, чувство, что могут. Оставалось. Оно оставалось. И, ну, оно было немного слабее, чем сейчас. Странным образом. Но оно было, да. Представляете, каким для вас олицетворялось государство? Вот вы говорите о той системе, о которой можно было сопротивляться и нужно было сопротивляться. Это что? Это чиновник на местах. Это лидеры. Это, собственно, вот эта вот поповская административно-командная система, которая движется и механически, и как машина имеет свои винтики. Ну, да. Это расхожий образ тогда что-то. Ну, в Советском Союзе еще, как бы, это ощущалось, как единое такое, как бы, как монстр какой-то. Он был не структурирован. Там разница между, как бы, его иерархиями, какими-то, иерархическими звеньями, она была не так существенна. Ну, как же вы в таком случае отделяли все-таки этого монстра от себя и отдельных монстров от других монстров, если была такая возможность? Ну, там, где отдельные монстры были... По каким признакам вы узнавали монстры? Я еще более сейчас обострю. Скорее вопрос в том, по каким признакам ты опознавал себя? По каким признакам вы опознавали себя? Хорошо. Ну, это, скорее, такое, действительно, какое-то живое и мертвое, или, так сказать, живое и машинообразное. То есть, это существование. Такое чисто экзистенциальное. Были же люди, которые действовали, как вдруг начинали действовать. Вот активисты такие, комсомольские, например. Они казались какими-то странными, потому что... Ну, то есть, их же называли карьеристами. Так это объяснялось. Что человек не может быть действовать вот изнутри, как бы, каких-то других мотивов так. А что такое карьерист? Отождествляться с государством. Что такое карьерист? Это же мещанское сознание, да? Нет, нет. Бабарская психология. С мещанским сознанием было сложнее, потому что мещанское сознание тоже было же... Оно же было противником таким советского. И в какой-то момент... Революционно уточни, да? Ну, и поскольку сохранялось это... Ну, даже в 60-е годы боролись с мещанством, и в 70-е с мещизмом и так далее. И в какой-то момент я, наоборот, думал, что вот нет, я мещанин. Вот вопреки этому. И что это правильно. Это, видимо, от надежды Манельштам, разночинцы, разночинцы. Это хорошо, это прекрасно. Ну, нет, это как раз не от надежды Манельштам, а, естественно, как бы, да, что мои родители такие вот в духовном смысле, как бы, мещане. И это правильно. Это просто жители. Просто жители такие, да. Они живут в таком, скорее, розыновском смысле, что так правильно, что этому мешают, что это большое мужество все-таки продолжать жить под этим нависающим, как бы, монстром, который тебя все время пытается, так сказать, поставить себе на слуху. И, как бы, ускользание какое-то, ускользание в быт, ускользание, как бы, оно, может быть, было действительно такой вот стратегией прям какой-то жизни внутри этого, так сказать, монстра. То есть, минимизировать свои контакты с ним по возможности. Ну, вы постоянно пишете систему, которая не видит дальних ходов, да? Да, конечно. Перспективы той самой. Да, да. Но это проблема, потому что, действительно, вот как мы сейчас ее не видим, так и потом мы ее не видели. Ведь, не было же никакой реальной идеи, такой артикулированной идеи другого государства. Ее не было. Было такое, как бы, что надо сделать по-нормальному. Ну, по образцу, например, да? Как на Западе, как живут нормальные люди. Столбовая дорога цивилизации еще была. Ну, да, 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 да. И, то есть, будущего нету очень давно здесь. Зато есть прошлое, правда? Да, прошлое все увеличивается, 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 да, да. И это прошлое оказывается настоящим, да, вот что важно. Как это формирует современного человека, это мой последний вопрос. Ну, что такое современный человек? Он довольно быстро меняется, как бы, вот эти поколения, как бы, то, что случается... Майский, июньский экземпляр 2017 года. Но это же люди разных поколений. И для них события, которые случаются для всех живущих, да, оно же по-разному меняет и отражается в разных поколениях. Даже война, как бы, Великой Отечественной, она была разная для разных поколений. Для детей, для молодых и для, там, каких-нибудь сорокалетних или пятидесятилетних, которые еще... у которых было другое прошлое. То есть, к чему это, как бы, это все же рождается на ходу. Вот, как, вот пошли какие-то молодые люди и решили подразнить, так сказать, полицию. Или подразнить государство. Вот это новость такая, да. Но новость с 17-го года. Что они до этого так вот сюда не ходили. Они там дразнили, если то по-другому. Ну и что с этим делать, как бы? Мы не можем это... Ну и взрослые люди, например, или старшие разных поколений, опять-таки. Мы не можем к этому ни присоединиться, ни возглавить. Это как бы... Это другое, другое, какое-то другое... Другое вот вещество потекло... То вещество потекло другим руслом. Мы с ними в этом смысле как-то... Ну, в чем-то там мы рядом где-то находимся, конечно. И ходим на одну площадь. Но это что-то другое. О чем мы ничего не знаем. Спасибо, Александр. Вы должны представлять себя, как хотелось это услышать. Спасибо.